Девушки отдыхают Но по традиции хотел бы поблагодарить всех тех, кто смотрел нашу передачу и по телевидению, по каналу Россия-24, и по каналу Россия-1, и в Ютьюбе, и в телеграм-канале. И в общей сложности нас посмотрело около 14 миллионов человек. Притом, ну, не могу себе отказать в удовольствии похвастаться, что снова в телевизионной неделе с 18 по 24 июля наш Бесогон занял первое место. Притом, аудитория наша, скажем, по Москве, это зрители 18+, и процент их очень высокий для телевидения, 32%. Начать бы я хотел с небольшого фрагмента выступления нашего президента. Девушки отдыхают Там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою ради Родины. Это важно. Консолидация общества очень важна. Нужна общенациональная повестка поддержки вооружённых сил. Это очень важно для достижения конечного результата. Он в любом случае будет достигнут. Здесь нет никаких сомнений. Но ребятам легче будет работать и выполнять боевые задачи, если они будут чувствовать за своей спиной поддержку и дыхание Родины. О чём говорит президент? Жизнь продолжается. Лето, пляжи, выставки, концерты. Люди ездят в отпуск. И по большому счёту, возможность нам жить здесь своей размеренной привычной жизнью, эту возможность нам дают те, кто сейчас на Донбассе. Им очень нужна наша энергия, наша помощь. Это понимание того, что происходит. Понимание того, что битва – это не за власть, не за деньги, не за славу, не за новые территории. Нет. Это борьба за выживание русской цивилизации. Я хочу вам напомнить одно стихотворение. Вот послушайте. Ты зайдёшь в любую хату и заглянешь в дом любой. Всем, чем рады и богаты, мы поделимся с тобой. Потому что в наше время, в дни войны, в суровый год, Дверь открыта перед всеми, кто воюет за народ. Кто своей солдатской кровью орошает корни трав у родного Приднепровья, в Донецких переправ. Ты вступил на Украину, принимая грудью бой. Шла, как мать идёт за сыном, вся Россия за тобой. Сколько варежек связали в городах и на селе, Сколько валенок сваляли, только был бы ты в тепле. Землю эту, нивы эти, всей душой своей любя, Как бы жили мы на свете, если б не было тебя. Это стихотворение называется «Мой боец». И написано оно моим отцом, поэтом Сергеем Михалковым, в 1944 году. Ему был 31 год. Почему я привёл эти строки вам? Потому что это ощущение того, что люди, находящиеся в тылу, Точно знают, что они и те, кто сегодня на фронте, Это одно целое. И иначе быть не может. Но вот вы знаете, иногда говоря об этом, обо всём, Тут наталкиваешься на некую такую глухоту к этому. Это где-то там происходит. В лучшем случае слышишь такую фразу «Господи, когда всё это кончится?» Но ты чувствуешь, что разговор идёт не о том, Чтобы когда закончится это кровопролитие, А разговор идёт о том, что когда закончится неудобство, Невозможность куда-то поехать, что-то купить и так далее. И тогда вспоминается, а что же такое по-настоящему желанию, Когда это кончится? Я хочу просто напомнить вам маленький кусочек из нашей картины «Утомлённый солнцем-2». Посмотрите. Или вот эта фраза «Лишь бы не было войны». Да вспомните, как эту фразу говорит Людмила Гурченко у нас в «Пяти вечерах». «О, Сашенька, только бы не было войны, только бы не было войны, только бы не было войны». Мне кажется, очень точно по этому поводу сказал замечательный американский писатель Эрнест Хемингуэй, Процитировав английского священника Джона Донна «Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». И огромная ошибка считать, что это идёт где-то битва за чужое. Не за чужое. Посмотрите этот плакат. Он был издан в 1921 году. Больше ста лет назад. И это правда. Донбасс, сердце России. Так было, так есть. И я надеюсь, так будет. Ну хорошо, одно дело, когда нежелание внедряться, углубляться в этот вопрос. Существует у людей, от которых, может быть, не так много зависит. А вот когда это касается тех, от кого зависит, и многое зависит. Мы говорили об этом, что у каждой накладки есть имя, отчество и фамилия. А когда этого нет, когда ты наталкиваешься на такую вязкую тину. А теперь представьте себе, что вот именно в эту тину попадают люди, которые бегут к нам от войны, от разрушений, от страха, от горя, от крови. Но бывает и так. Вот послушайте, что говорит журналист Юрий Подоляко. Каждую неделю мне всё больше и больше пишут люди, которые сбежали в Россию, которые всеми правдами и неправдами, некоторые через минные поля проезжали, вывозили свои семьи на территорию России, сталкиваются с одной и той же проблемой. С тем, что российское государство не готово решать проблему интеграции беженцев. Для начала, те деньги, которые обещало российское государство, они получают, в лучшем случае, через 3, кто даже больше месяца. А всё это время им нужно жить. А жить без документов нельзя. Даже чтобы оформить документы на временное убежище, они вынуждены из своего кармана искать какие-то деньги и оплачивать переводчиков. Потому что по закону, даже украинские паспорта, где есть полный русский перевод того, что там написано, он не принимается. Нужен обязательно нотариально заверенный перевод. А это всё стоит денег. И вот для того, чтобы подать все документы на временное убежище, нужно найти 5-6 тысяч рублей. А многие люди, которые попали в зону боевых действий, уезжают буквально ни с чем. Больше устроить украинского ребёнка в детский садик не проблема. В России нужна медсправка, которую можно получить, если у тебя есть полис обязательного медицинского страхования. Которую получить невозможно до определения твоего статуса. Круг, как говорится, замкнулся. Я понимаю, что невозможно удовлетворить всех одинаково. Мы знаем все, как много делается. Например, работу, которую проводит уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Маскалькова. Мы знаем, сколько работают волонтёры. Но, тем не менее, то, что сказал Подолякович, наверняка есть достаточно простые способы, чтобы освободить людей от того, чтобы они ходили по кругу. Тех людей, которые бежали от войны, а натолкнулись на непробиваемую бюрократию. Ну, хорошо. Это проблемы, которые касаются людей, в данном случае не рискующие жизнью. А вот как быть с этим? Послушайте. Если бы 10 лет назад кто-нибудь это говно в сеть выложил и объяснил, что это говно, это говно не работает и не будет работать, может быть, кто-нибудь бы понял, что надо делать что-то другое. Потому что вот это дерьмо за 300 тысяч рублей, оно даёт, дай бог, 300 метров связи. На моей практике зачастую 25-30 метров. Вот серьёзно. И тогда бы люди, может быть, не погибали бы от своего огня. Я за одну вот эту рацию куплю, блядь, даже если продам её на Авито. 30 баофенгов. 30, блядь, баофенгов. Каждый из них будет работать лучше. Их будет 30. Я, с***, взвод, блядь, обеспечу связью. И люди, которым это говно даже выдают бесплатно, они его, блядь, выкидывают и за свои деньги баофенг покупают. Либо вот это, которое хохами слушается вообще без малейших проблем абсолютно. Потому что у них всё на Мотороле, потому что их обучают эксперты из Моторолы. Оно дешифруется вот так вот, вот так вот. Посмотрите, но ведь это же не сплетня, не фейк. Это рассказ человека, который вплотную находится на передовой. И для него, для них связь – это жизнь. У меня возникает вопрос. Страна, которая изобретает мощнейшее оружие, которая запустила первого человека в космос, которая сделала единственной в мире атомный ледоком. Неужели у этой страны могут быть проблемы вот с этим вопросом? Или существуют какие-то внутренние течения? Вспомните наш рассказ про бывшего министра МЧС Пучкова. Вместо того, чтобы закупить то оборудование, которое может спасти людей, покупаются автоцистерны. У одной и той же компании, Розенбауэр, покупаются на сумму около трех миллиардов рублей. Закупка самолетов-амфибий, несмотря на план и декларирование его выполнения, кто-то мы не знаем, конечно, кто, просто гелевой ручкой, вот смотрите, вычеркнул, просто вычеркнул закупку самолетов-амфибий из плана и переправил средства на закупку, чего? Правильно, автоцистерны. Стоимость одной цистерны фирмы Розенбауэр – 16 миллионов и шесть десятых рублей. Такая же цистерна, ну, может, чуть похуже, но, в принципе, задача у нее одна и та же. На базе КамАЗа стоит шесть из шесть десятых миллионов рублей. Ну, хорошо, 16. Но даже и это оказалось маловато. Вот смотрите, гелевой ручкой кто-то, кто, наверное, имел право, исправил цифру 16 на 18. Ну, и это еще не все, потому что куплены они были по 20. То есть правительству пришлось второй раз выделять деньги, чтобы купить амфибий, которые должны были быть куплены вместо этих цистерн с такой арифметикой. А вот еще одна закупка, я бы сказал, удивительная. Это закупка игрушечных таких беспилотников китайских. Ну, уже понятно, да, их качество. Закуплено по 190 тысяч рублей каждый. И опять кто-то с этой гелевой ручкой все время возится с документами. Новую цену поставили 210 тысяч. В 2016 году было куплено 560 таких беспилотников. Мало показалось. В следующем году купили еще 600. Общая сумма, в которую влетели эти пилотники, 127 миллионов рублей. Теперь возможность этого беспилотника не справляется с минусовой температурой. Это в России да. В воздухе летает 17 минут. Потом батареи садятся. Для МЧС. Ребята. В той истории были конкретные факты. Здесь у меня их нет. Я не хочу никого огульно обвинять. Но у меня возникает вопрос о конфликте интересов. Я вспоминаю эту с советских времен поговорку, что советский человек создает себе трудности для того, чтобы потом их героически преодолевать. Ну хорошо, это касается конкретных предметов. Но есть более глобальные вещи. Я хочу вам напомнить небольшой отрывок из нашего прошлого Бесогона. Рассказ про комиссию правительства США относительно будущего России. Вспомните. Это обсуждается комиссией правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе. СБСЕ. На брифинге, слушайте внимательно, о моральной и стратегической необходимости раздела России. Вот мне интересно, какое количество людей сейчас, услышав это, не сказали знакомые нам слова, которые я не могу произнести с экрана. Просто идет разговор. Ну как будто мы кусок мяса, колбаса, которую надо порезать вообще. Ну хорошо, кто-то махнет рукой и скажет, а ладно, конспирология опять началась и так далее. Вот вам конкретный пример. С 22 по 24 июля в Праге проходил некий конгресс, форум, который назывался Форум свободных народов России, посвященный превращению Россию из как бы авторитарного государства в союз свободных, независимых и демократических государств. Они не первый раз собираются, уже есть декларация, есть презентация, даже карту будущей России нарисовали. А вот что говорят сами участники форума. Это важный форум, на котором начнется дискуссия. Какой будет мир после распада Российской империи? Империя должна быть отправлена в телесторию. И это здорово, что именно такая постановка вопроса становится все более мейнстримовой в международном дискурсе. В эти дни актуально будет обсудить вопрос освобождения всех народов России, всех, кто страдает от путинской тирании. Вот мне интересно, вот как кубанское казачество относится к такой идее. То казачество, которое веками отстаивало и православие, и государственность российскую. Что они сказали бы вот этому господину? Требование простое. Это восстановление независимости Кубани, утраченной после короткого периода существования кубанской государственности и, соответственно, субъектности нашего родного края. Кубань должна перестать быть амбаром для последней колониальной империи Европы. Вот что об этом пишет, на мой взгляд, очень точно журналист Андрей Медведев. Прошедший в Праге форум народов свободной России, конечно, выглядит как форум сбитых летчиков и городских сумасшедших, но воспринимать его стоит исключительно всерьез. Потому что в текущей ситуации только сепаратистские проекты могут дать нужный Западу результат, а именно развал России. Запад здраво рассудил, что надо пользоваться проверенными схемами. СССР посыпался в первую очередь по причине объявлений суверенитетов окраинами. Ну и за примерами далеко ходить не надо. Мы напоминали о том, как губернатор Россель пытался создать Уральскую республику даже со своей валютой. Бывший губернатор Россель предлагал создать Уральскую республику. И даже депутаты областные эту идею приняли. Мало того, уже была валюта уральская. Посмотрите эскиз. Уральский франк. Ну хорошо. Глядя на все эти выступления, мы, в общем, можем сказать, что это некое маргинальное сообщество. Но так ли это безобидно? Вот посмотрите, что по этому поводу пишет жительница Омска, Светлана. Это она пишет в ответ на статью Медведева. Я живу в Сибири, город Омск. У меня хорошая работа. Я не обижена жизнью и властью. Думаю, мое мнение будет более-менее объективным. В этом году улетала на Камчатку, сбылась мечта с пересадкой в Новосибирске. Билет из Новосибирска до Елизова, это Камчатка, туда и обратно, 47 тысяч рублей. Билет из Москвы до Елизова, туда и обратно, 25 тысяч рублей. Какой простой пример и как много он показывает. Словно, есть люди какого-то первого сорта, а есть люди второго сорта. Действительно, билет из Москвы стоит в два раза дешевле, хотя расстояние из Москвы до Елизова дальше. Ну, я не знаю, наверное, есть какие-то корпоративные интересы, аэрофлоты, еще какие-то авиалинии. Я понимаю, но для человека, живущего вот в этом регионе, это ощущение несправедливости, оно же его ранит. Оно подрывает его доверие к власти, к стране, к государству. Это разделение на одних и других, оно как раз и рождает этот сепаратизм. Может быть, не национальный сепаратизм, а социальный. Вот интересно, а что должна думать эта небедствующая жительница Омска, Светлана, которая озабочена судьбой своей малой родины, что она должна думать, узнав про закрытый корпоратив в том же Омске, который устроил для сотрудников своего холдинга Виктор Шкуренко, владелец торгового дома Шкуренко. Как известно, из источников это мероприятие стоило 20 миллионов рублей. Ну, приблизительно такая же сумма выделяется на празднование города Омска. Ведущим этого мероприятия был патриот, ну, который в свое время немножко, как было сказано, испугался, Иван Органт. Послушайте, это прекрасно, когда хозяин, руководитель устраивает праздник для своих сотрудников. Это замечательно. Ну, вот, то, что пишет Светлана, то, о чем пишет Андрей Медведев или то, о чем говорит Юрий Подоляко, то, на что жалуются беженцы, то, что происходит на Донбайе. Вот как соединить вот это вот с этим вот зрелищем, когда четыре здоровенных мускулистых мужика в кресле выносят на сцену бизнесмена Шкуренко. И у них происходит такой диалог с Органтом. Вообще-то, у меня еще Ламборджини есть, говорит Шкуренко. Я поехал, Виктор Васильевич, отвечает Иван Органт. Если вы задержитесь здесь еще на три часа, я вам ее подарю, резюмирует Шкуренко. Ну, вроде ничего особенного. Разговор заказчика с нанятым артистом. Правильно? Ну, так, 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 так. Но вот, что пишет потом господин Шкуренко. Это не сделка с артистом. Это поддержка позиций человека. Нет войне. То есть, другими словами, господин Шкуренко поддерживает тех, кто против специальной операции на Донбассе. А вообще, понимают эти люди, что если мы проиграем эту битву НАТО и украинским нацистам, у них будет всего два выхода. Или бежать, или предать. Ну, хорошо, ладно. Это частное лицо бизнесмена из Омска. Вот, послушайте, что говорит депутат. Государственное лицо. Депутат из Новосибирска. Хельга Пирогов. Это просто невыразимо. Хочется их всех оживить, сильно надавать по щам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устроили. Знаете, про кого это? Про наших погибших ребят на Украине. Послушайте, вы можете иметь любую точку зрения, хотя, если вы так думаете, нахрена вы сидите депутатом? Зачем? Ну, смотрите, есть люди, которые давно уже не живут в стране, да, и пытаются решать вопросы, так сказать, ее будущего. Есть люди, которые живут в одном регионе, даже в одном городе, и как бы находятся по разные стороны баррикады. А есть люди, которые живут в России, но подспудно как бы и не живут в ней, они живут в разделенной уже стране. Ну, правда, как можно объяснить, что исполняющий обязанности президента российской футбольной премьер-лиги Александр Алаев, который, как нечто очевидное, говорит, что нельзя принять крымские команды в российский футбольный союз, так как он является членом FIFA и UEFA. Слушайте, ребята, ну вы определитесь, вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Как это может быть? Крым это часть России, это одно государство, это все равно, что отказать возможности представителям Чувашии или Татарстана принимать участие в футбольном чемпионате страны. Мы не даем играть в чемпионате страны крымским командам, потому что кто-то считает, что Крым это аннексированная территория, что Крым и не Россия. Поэтому, а сейчас-то вы чего, чего боимся? У нас санкции выше крыши. Перед кем нам сейчас, так сказать, шапку-то ломать? Что не смогут иностранные футболисты у нас играть? Ну, вы знаете, мне кажется, вообще-то очень показателен в данном случае был диалог между Владимиром Путиным и бывшим президентом футбольного союза Сергеем Форсенко. Послушайте. Если российский футбол будет зрелищным, на наших стадионах будут аншлаги. И все скажут, что футбол это истинно русская игра. Молодец, Сергей. Истинно русская игра футбол. 8 человек иностранцев бегают на поле за зенит, играют на Лиге Европы. Вы молодец. И два гражданина Российской Федерации и один вратарь. Три. Интересно. Вы нам все рассказали. Кстати сказать, я видел удивительную картину на кинофестивале в Рио-де-Жанейро. Окна выходили на пляж и там в определенном днях мальчишки из трущок, нищие абсолютно. Кто в чем. Их только были накидки разные, чтобы различать, кто за кого играет. 9-12 лет играют босиком на песке. 10 из 10 они попадали в ворота в то место, где тренер вешал газету. 10 из 10. И потом эти мальчики вырастают великих футболистов. Так что мы должны возлагать надежды только на тех, кого можно купить за гигантские деньги? Ну, вообще занятная, принципиальная позиция, да? Находиться под санкциями, не иметь возможности принимать участие в международных соревнованиях и в то же время не допускать футболистов из Крыма, потому что Крым кем-то, где-то считается аннексированной территорией. Ну, и о принципах вообще довольно занятная метаморфоза происходит с людьми. Вот, например, Валерий Меладзе публично заявляет, что больше выступать не будет и вернется к профессии, по которой получил образование заниматься изысканиями в области очистки воды. И что? Вот, 8 марта 2023 года концерт Барвихи, билеты от 20 до 70 тысяч. Вот вы знаете, что беженцу с Украины полагается единовременная выплата 10 тысяч рублей. Вот два беженца могут сложиться, скинуть по 10 тысяч, купить один билет на Меладзе и кинуть жребий, кто в последнем ряду его послушает. В общем, так просто можно взял, уехал, взял, вернулся. Знаете, я не хочу обсуждать уехавших, у каждого своя жизнь, но мне хочется вспомнить слова гениального философа Ивана Ильина, который сказал, что жить надо ради того, за что можно умереть. Вы помните, мы говорили о философском пароходе, когда в начале 20-х годов величайшие умы и таланты России, не принявшие советской власти, были изгнаны из страны. Среди них был и сам Иван Ильин, и Николай Бердяев, и Михаил Новиков, Борис Вышеславцев, а еще раньше до них уехал и Иван Бунин, и Владимир Набоков, и Федор Шаляпин, Дмитрий Мережковский, Сергей Рахманинов, Сергей Прокофьев. Это уехали люди, которые были нужны стране. Они не были нужны той власти, которая их изгнала, которую они не приняли. Но они не исчезли. Они вернулись в Россию величайшей культурой эмигрантской. величайшей литературой, музыкой, философией. А вот уехавшие сейчас, их никто и не изгонял. Они самоизгнанные. Повторяю, люди, находившиеся в топе, на вершине популярности, вот они нужны стране? Что они могут дать? Чем они могут вернуть стране то, что она для них сделала? Нет. Мне кажется, они стране не нужны. они нужны той части элиты, которые их руками, при их помощи, добивались своих целей, своих интересов, не имеющих никакого отношения к интересам страны. А теперь я хочу сконцентрировать ваше внимание на одном документе пистолярного жанра, которое обсуждается в обществе, словно прежде обсуждалось философическое письмо Петра Чадаева. Это письмо актера Анатолия Белого в «Девичестве Вайсмана». Читаем. Не могу больше молчать. Наверное, меня можно назвать пораженцем, но я правда думаю, что мы проиграли в этой битве. Мы – это культура, это те, кто думал и надеялся на демократическое развитие своей страны. Самое главное мое слово в этом темном времени разочарование. Разочарование в природе человека, в победе звериного бессознательного над слабым разумом. Тьма рулит, и как с этим жить, пока не знаю. Я пессимист и думаю, что тьма, пришедшая на русскую землю, очень надолго. Ну, многозначительно написано, согласитесь, правда? Вот вам, господин Белый Вайсману не нравится война. А кому она нравится? Ну, она может нравиться, наверное, вот тем, кто приезжал и приезжает на Украину как на сафари, тем наемникам, которые получают удовольствие и деньги за то, чтобы убивать русских. Правда, к ним тоже порой приходит прозрение, и вот оно чем заканчивается. Донецк подвергся невероятному обстрелу с украинской стороны, и я был свидетелем этого воочию. Мы попали под артиллерийский обстрел, и я действительно думал, что в итоге умру от рук Украины. Мне жаль, что я стал частью украинской армии. Все это так, как будто Бог сохранил мне жизнь до сих пор, чтобы я мог увидеть, какова правда и встать на путь в искупление. Ну, а вот таким образом этот воин демонстрирует свое раскаяние. Градский народ в союз вековой «Славься страна, мегодин сантовой». Вот вы в своем письме, господин Белый Вайсман, пишете «Разочарование в природе человека, в победе звериного бессознательного над слабым разумом, тьма рулит, победа звериного над разумным, тьма на русской земле». Это вообще серьезно? То есть, то, что происходит сегодня, то, что как раз с этой страшной тьмой и идет война, и вы называете это тьмой? А что творится в том светлом мире, куда вы убежали, Анадон Александрович? Украинских военнослужащих забирают в клиники трансплантология из Израиля, Германии, Канады и США. По самым скромным подсчетам, международная сеть трансплантологии зарабатывает на Украине около 2 миллиардов долларов ежемесячно. За каждого раненого или свежего трупа, с которым вынимались органы, мне платили над бабку 170 долларов. Вначале мы раненых отправляли в стационарные спеццентры, которые были созданы в Краматорске, северодонецке. Там от умирающих изымались все органы, даже глаза, кожа и кости. Все отправлялось за кордон. С января с нами начал работать профессиональный трансплантолог Элизабет Дебрюх. Она полностью поменяла стиль нашей работы и, невзирая ни на что, медиков нашей группы заставляла вынимать органы без всякого согласия раненых. Часто она сама все делала сама, эта голландка. За 7-10 минут могла вырезать поворотчик у раненого или обожженного бойца. Трупы без органов мы упаковывали в черные пакеты. Вызывали прикрепленную к нам группу бойцов возили на грузовиках в сторону Артемовска, где была нами подготовлена и выкопана земля для загранения. С Дебальцевского котла отправили много органов и раненых. Мы все хорошо заработали, думая, наши генералы в том числе. Или вы считаете победой над разумом, например, то, что в американском замечательном городе Сан-Франциско городские власти выдают шприцы и наркотики бесплатно всем желающим. И это видят дети. А вот канцлер Австрии уже называет алкоголь и психотропные препараты спасением от инфляции. Но вы, наверное, не можете не знать, что из программ танцевальных школ исключается балет. Знаете, почему? Потому что это конфликтный характер белых европейских идей. Что из этого тьма, что свет? Анатолий Александрович, а вот когда вы говорите «мы это культура, кто думал и надеялся на демократическое развитие своей страны». Вот под культурой вы кого имеете в виду? Себя или вот таких вот своих коллег? вот вам еще один элемент либерального рая, куда вы уехали. Знаете ли вы что шведская компания ум выпустила бургер со вкусом человече нет я серьезно вот вы вдумайтесь вот вы едите мясо да вы знаете вкус баранины телятины там свинины птицы а вот вам дают бургер со вкусом человечные а как проверить человечина это или нет нет я серьезно посмотрите новый тренд получил распространение в американской культуре каннибализм за последнее время вышли десятки фильмов сериалов книг и даже песен о поедании людьми себе подобных в большинстве случаев речь идет не о вынужденном каннибализме а каннибализме гедонистическом отмечает американское издание нью-йорк таймс в 2020 году на полках американских магазинов появилась книга челси саммерс определенно голодна в которой главная героиня знаменитый ресторанный критик среди прочего любит мужскую плоть издательство отклоняли книгу более 20 раз однако после размещения на платформе amazon ее моментально раскупили в том же году группа американских ученых представила миру свою разработку стейк из человеческих клеток тогда же вышла книга профессора биологии билла шутта каннибализм совершенно естественная история вот шведский ученый магнус все дерлунд предложил поедать людей ради спасения планеты и борьбы с изменениями климата а вспомнить мы 8 лет назад об этом говорили в окнах овертона появляется вот такой перец да которого зовут доктор михаил матаев президент института электронной коммерции joint today на полном серьезе послушайте рассуждение послушайте мясо для человека самое полезное там уже не надо ничего выкидывать все в дело абсолютно поэтому знайте если голод то примерно на третий день для большинства которые непривычны к голоду большинство людей голода не переживало через три дня для них страдания стал невыносимыми такие у них появятся мысли о людоедстве этому моменту вы должны во первых выбрать кого забить и съесть чтобы не потерять силы а то у вас сидят и представьте если вы начали жрать их третьего дня голодовки то вы не ослабните вообще там если у вас вода есть недели две вы можете ходить если вы едите вы будете себя хорошо и за себя поставить сможете убить и съесть кого надо а те вот которые вовремя не сообразили они будут тихо лежать и помимо ты упал если не может стать и все уже умрешь то процент так что отдавайте отчет серьезности ситуации в которой вы окажет вот если кому-то зайдешь хату там его заколбасив отрубаешь кусок завернешь ты несешь себе в хату супчик деткам это все нормально а если вы анатолий санч приедете в варшаву то вы можете зайти в такое заведение кондитерская диккери для маленьких детей со съедобными пенисами и вагинами вот такие аниматоры в царстве света вам нравится а параллельно с этим американская академия медицины грудного вскармливания с одобрением воз заявляет что исключительное право женщины на роль кормящей матери отменяется и вот уже представитель этого среднего пола трансгендер пытается накормить ребенка своей грудью вот уехав из русской тьмы а вы можете увидеть очень правильных политиков это трансгендерный адмирал сша рэйчел левин и зам помощника министра ядерной энергетики сэм бринтон на приеме в честь дня взятия бастилии мне интересно люди которые когда-то брали бастилию они могли себе представить что через много лет их чествовать будут вот такие персонажи вот это рейхстаг 45 год во дружении знамени победы над фашистской германии а вот это флаг германии над рейхстагом а вот это сегодняшний флаг над рейхстагом флаг лгбт интересно как бы на это отреагировал бисмарк первый канцлер германии вы знаете например что за последние 10 лет в соединенных штатах число подростков которые считают себя трансгендерами увеличилась только не падайте в обморок на четыре тысячи процентов а детям которые еще не определились в том какого они пола дают блокаторы созревания вы вдумайтесь в это делать послушайте интервью с педиатром мишель форсия в каком возрасте ребенок может начать смену своего пола и осознать что он не того пола каким был рожден ну есть исследования и данные показывающие что маленькие дети и даже младенцы понимают разницу между полами и некоторые дети осознают свою половую принадлежность достаточно рано и мы говорим о это интересно и важно потому что они осознают что их половое самосознание порой не совпадает с полом который записан им при рождении когда семья основываясь на этом малюсеньком пенисе утверждает что их ребенок стопроцентно идентифицируется как мужчина вне зависимости от того что происходит в его жизни это неправильно а что такое женщина кто такие женщины женщины это те кто идентифицирует себя как женщины это может означать многое для многих людей вот такой ответ в каком возрасте может начаться процесс перемены пола с применением медикаментов медицинское вмешательство начинается тогда когда пациент сообщает о своей готовности для него это может быть ребенок в самом начале пубертатного периода паника что у них начинает набухать груди или увеличивается пенис и он начинает переживать по поводу всех этих проявлений мужских признаков для этого есть так называемые блокаторы полового созревания которые могут пустить процесс вспять и не имеют постоянного эффекта давайте рассмотрим одно из лекарств которые вы применяете лупром который собственно используется для химической кастрации сексуальных преступников знаете я думаю нам не следует продолжать интервью потому что создается впечатление что она развивается в особом направлении но уже профессиональный врач да я профессиональный врач и вы не хотите говорить про лекарства которые вы даете детям еще раз я врач я использую медикаменты а вы эксплуатируете термин дракс я использую дракс потому что это термин из словаря это неправильный термин для медикаментов которые я использую для блокировки полового созревания давайте я посмотрю в телефоне значение слова вы можете посмотреть своем телефоне тут сказано химическая кастрация это назначение лекарства для достижения существенного снижения выработки организмом андрогенов в особенности тестостерона а я говорю как педиатр который принимает сотни таких детей когда вы используете такую терминологию вы становитесь злокачественным и вредным то есть вы слышали это вы осознали дети подвергаются насильственной кастрации братцы ну 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 куда дальше то и вот на этот свет анатолий санчева и летите как бабочка это ваше право и ваше дело но то что вы называете тьмой то что вы называете обесчеловечиванием имея ввиду нашу страну я имею возможность с вами не согласиться потому что есть нормальные здоровые правильные правильно думающие правильно чувствующие люди причем совсем простые я имею ввиду то что случилось на выступление группы b2 на футбольном матче в санкт-петербурге между командами спартак и зенит на суперкубки ну вы знаете что группа b2 она знаменита тем что 28 апреля в омске они отказались выступать от баннером за президента и на фоне российского флаг тем не менее они были приглашены на суперкубок и вот чем закончилась их не начавшиеся выступления не захотели их слушать люди которые понимают что происходит могу я обвинять артистов которые приехали по приглашению нет это их работа вот мне интересно кто их приглашает а может быть так же как ивана орган то их тоже позвали за то что они против войны а вот смотрите реакцию наших ребят на донбассе на этот поступок футбольных болельщиков до глубины души возмущенный фактом приглашение на такой грандиозный праздник рок-группы которая ранее уже опозорилась в омске болельщики обеих команд правильно отреагировали на ситуацию дали достойный отпор этим предателям уважаемые мужики болельщики спасибо вам большое что поддерживаете нас и не слушайте этих подлецов и хамелеона дорогие друзья болельщики хотим выразить огромную благодарность за то что не стали слушать предателей после матча суперкубка пока мы воюем здесь за вас вы воюете там за нас мы едины победа будет за нами теперь хочу вам рассказать небольшую историю вот жил был мальчик костя непоседливый учился в гимназии потом постепенно финансовое состояние семьи ухудшилось он перевелся в обычную среднюю школу играл в футбол получал награды медали дипломы увлекался рисованием даже вязал крючком потом пошел учиться на токаря а в 26 лет хотя он в армии не служил он оказался на фронте на донбассе но путь его на донбасс прямо скажем был непростой даже я бы сказал очень непростой 16 лет он первый раз нарушил закон дал машину получил условно на дальше пошло поехало и грабеж и наркотики и несколько ходок за последнее преступление он получил пять лет и в принципе в феврале 2023 года мог выйти на свободу но весной 2022 года он подал прошение с просьбой отправить его на фронт на донбасс это прошение было удовлетворено и он оказался на передовой вот что рассказывает его однополчанин мы проводили разведку в лесопосадке и обнаружили огневые точки противника вскоре противник вызвал артудар в результате этого товарищ получил ранение он перебил ноги мы запросили и заметили то что нас обходит с флангов запросил командира оттянуться назад на безопасное расстояние чтобы не быть окруженными на что товарищ ответил то чтобы прикрыть наше открытие вам останется во время перезарядки заметил что что к нему подходят три националиста вот и в этот момент послышался взрыв то есть он подорвал себя и тем самым помимо себя три националисты тоже были убиты позволил нам безопасно отойти то есть отвлекся внимание националисты на себя то есть 14 июля 2022 года константин давая возможность своим ребятам отойти подорвал себя гранаты вместе с теми боевиками которые его окружили вы спросите а почему мы говорим именно об этом человеке разве мало было совершено подвигов нет много и подрывали себя ребята и спасали своих товарищей и из горящих танков вытаскивали своих друзей однополчан исковали жизнью почему мы говорим об этом человеке ну согласитесь но наверно достаточно поводов у него было не любить власть страну правоохранительные органы правильно даже если он считал что они справедливы ну нежности наверное мало могло бы быть между ним и государством мало того он мог дождаться и через несколько месяцев выйти на свободу поехать куда угодно домой не домой еще куда-то заняться тем же чем занимался или чем-то другим почему он просится на фронт почему он жертву своей жизнью ради того чтобы спасти своих товарищей уже будучи ранен я думаю потому что по ильину он знал за что можно умереть он чувствовал свою необходимость там он хотел искупить свою прошлую жизнь тем чтобы оказаться там и государство ответило ему благодарностью за его подвиг посмертно он был помилован и кроме того был приравнен к участникам боевых действий со всеми вытекающими отсюда льготами и выплатами которые полагаются семьям погибших я не хочу никого не с кем сравнивать или кого-то в чем-то обвинять я хочу задать один вопрос вот те пацифисты и борцы за мир против войны они знают за что можно умереть знаете если задать им этот вопрос то как мне кажется мы натолкнемся либо на ироничную улыбку снисходительный взгляд или просто на брошенную трубку или закрытую перед тобой дверь а в конце я вам хочу показать два ролика вот этот для любителей толерантность а второй ролик от оперного певца сергея москалькова для любителей песогона ну вот и все на сегодня наша команда уходит на кратковременный отдых ну а наши зрители смогут если захотят посмотреть повторы наших передач и золотой коллекции по каналу россия 24 а вот и пришел наш мишман криворучка и как всегда сказал уходим по одному на каникулы если что мы геологи всего доброго бог даст жду вас на следующей встрече а 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 Субтитры создавал DimaTorzok